Так, ну самый-самый-самый прикол, это у нас данную штуку я приобрел в Леруа Мерлен. Хочу немножко ее доработать напильничком, для того, чтобы отходить туда-сюда. Я решил присесть на горшок, здесь за шермы, и портить все. Уменьшить ее в размерах, кое-где подшлифовать, все подработать. Вот так вот. Рекомендую вообще никогда здесь принимать душ. Хопа, просто все. Друзья мои, всем привет. Завершился очередной ремонт ванной комнаты под ключ, и сегодня я хочу вам сделать обзор данного ремонта. Но для начала, естественно, чтобы вы имели представление о том, с чего мы начали, к чему мы пришли, вы посмотрите первоначальное видео, как это было, что здесь было, что мы здесь имели, что мы с этим сделали. Поехали. Мы будем заниматься переделкой ванной комнаты. Ванную комнату я специально отснимаю заранее, для того, чтобы можно было по окончании ремонтных работ увидеть то, что здесь было, и уже наглядно представлять разницу между тем, что было, и тем, что стало. Обратите внимание, полотенцесушитель у нас находится вот здесь, вот в углу. Это у нас ванна, такая вот не очень большая перегородка между туалетом и ванной будет сноситься, для того, чтобы совместить две комнаты в одном. А здесь у нас туалет, сануется, вот так сказать. Здесь у нас канализация, здесь у нас холодная вода, и вот такой большой-большой участок, для того, чтобы можно было здесь что-нибудь придумать. Так, вот этот дверной проем мы будем закладывать. На этой стене у нас будет находиться полотенцесушитель, здесь у нас будет инсталляция, в этом месте у нас будет углубление, в ней, в этом углублении будет находиться стиральная машина, а здесь будет, короче, опять шкаф, в этом шкафу у нас будет бойлер. И вот в этом месте у нас будет душевой поддон с тропическим душем. Ладно, пока на этом все. Ну и после просмотра того, что здесь было, предлагаю вам окунуться в ту красоту, которую я здесь сотворил. В общем, здесь комната, размер комнаты у нас метр семьдесят на два восемьдесят, получается вот такая вот большая объемная комната. В этой ванной комнате у нас есть душевой поддон в строительном исполнении. Раковина в метрах шириной, полотенцесушитель, инсталляция. Стиральная машина, которую мы спрятали в стену. Вау, круто! То есть, стиральная машина, она вроде бы находится в ванной комнате, но в то же время ее здесь нет, потому что она не выпирает, она не является собой какой-то дополнительной, предмет, который находится в ванной комнате, соответственно, занимает место, и на который часто складируют люди все барахло, которое имеется в ванной комнате. То есть, стиральная машина у нас, она вот так вот аккуратненько спряталась в стену. Почему это произошло? Да потому что там было то место, куда мы могли ее засунуть. То есть, это место, которое как раз и есть. Она бывает, ну, я скажу, что не во всех, но все равно бывают такие места, куда можно будет запихнуть в ванной комнате стиральную машину. Ну, это в основном такое бывает в новостройках, когда можно будет демонтировать какую-то перегородочку, и там за ней вы найдете то пространство, которое можно использовать. Можно запихнуть туда стиральную машину, можно установить туда шкаф. Можно сделать все, что угодно, что у вас будет фантазии. Про стиральную машину я продолжу чуть позже. Сейчас я вам покажу такую великолепную шторку. Обратите внимание, данную шторку я приобрел в Леруа Мерлен для того, чтобы можно было здесь принимать душ. Ну, естественно, это все временно. Тут в скором будущем должно быть установлена стеклянная перегородка, которую выполнят ребята, о которой я вам скажу чуть позже, когда они начнут монтировать данную перегородку. То есть мы с ними сделаем совместное видео, как это происходить будет, я вам покажу, но вы потом уж оцените. А пока у нас такой прекрасный вид с этой шторочкой. Ну, естественно, сейчас я его уберу и вам сделаю полный обзор данной ванной комнаты. Так, у нас зеркало с подсветкой. И тут даже есть функция подогрева против запотевания стекла. Так, ну что ж, раковина, смеситель, дверь, две розетки, тумбочка выдвижная. Такая вот большая тумбочка. Так, ну, самый-самый-самый прикол, это у нас здесь за швырмой, это смеситель, встроенный в стену. Я вам покажу, как он работает, но чуть позже. Потолок, белый мат, и на нем у нас установлен тропический душ. Вон, видите, вон он там, 30 на 30 размер. Кстати, это смеситель серии Гаппо. Гаппо, а, да, чуть не забыл. Как мне обычно пишут в комментариях, то, что я постоянно забываю озвучить название плитки, с которой я работал. Это плитка серии Монтана. Тут разные цветовые гаммы, то есть они идут все по нумерации. Монтана 1, Монтана 2, Монтана 3, Монтана 4. В общем, серия Монтана. Я не забыл, я сказал, размер данной плитки 30 на 60. Все, мое упущение, которое я всегда делал в прошлых видео, я закрыл, так что сегодня я спокоен, я говорю вам, как есть. Так, далее, зеркало. Зеркало, я думаю, фирма. Фирма, без понятия. Отличная фирма, кстати. Частенько я ее использую. Вот такая вот синяя пленочка, которую я не рекомендую снимать вообще никогда, для того, чтобы сохранить это зеркало в первозданном красивом виде. Ладно, зеркало понятно. Кстати, полотенцесушитель, полотенцесушитель у нас фирмы Терминус. Вот, я установил специально два крана. Эти краны нужны для того, чтобы мы могли регулировать, во-первых, температуру данного полотенцесушителя, во-вторых, если будет необходимость, просто закрыть его для того, чтобы, ну, у нас и так в комнате жарко, потому что вот в этом месте, вот, ну, там, вот тут, по полу идет труба. Так как труба у нас проходила здесь по центру комнаты, я ее сместил туда, в стороночку, и, получается, одна труба идет по потолку, вторая идет под полом, и, соответственно, у нас тут дополнительный теплый пол. Помимо того, у нас тут есть еще электрический теплый пол. Вот он, терморегулятор стоит у него тут. Вот, терморегулятор заказа из Алиэкспресс. О нем я сделал отдельное видео, так что можете будете посмотреть это видео потом на канале, ссылочку я оставлю в описании. Так, да, рядом с горшком у нас здесь находится гигиенистский душ. Гигиенистский душ, как обычно, я делаю с термостатом, для того, чтобы заказчик просто не тратил время на то, чтобы отрегулировать температуру воды, а просто открывая один кранчик, мы сразу уже получали ту воду, которую хотели. Вот, далее, далее у нас инсталляция. Инсталляция у нас гибрид, а унитаз фирмы... Так, фирма АХА. Фирма АХА, а это, короче, унитаз итальянский. Куплен он был еще 6 лет назад. А крышка от унитаза уже покупалась отдельно, я не помню где, но цена этого, из этой крышки, 1998 рублей. Почему я это знаю? Потому что чек пролагался. Так, далее, стиральная машина LG. Ну, как прям, Ленар Гарипов, это я. Так, и смотрите, стиральная машина у нас аккуратно, прям аккуратно полотничком вошла в нашу нишу. Как это произошло, это просто фантастика. Купив стиральную машину, мне пришлось немножко ее доработать напильничком, уменьшить ее в размерах, открутить, кое-где подшлифовать, и, в общем, молоточком еще подработать. Вот так вот. Шучу, конечно. Просто идеальное совпадение того, что у нас плитка размером 60, стиральная машина размером 60. И, соответственно, они просто должны были совпасть. Вот эту плиточку, которая вот здесь вот находится, я ее чуть-чуть позже доложил, чем все остальное, потому что здесь оставался у нас зазор 5 см. И этот зазор, он был очень большой, и был... Мне просто не понравился, поэтому я вот решил, что надо немножко его доделать. Поэтому я там уже сконструировал небольшую конструкцию, приклеил плитку, замазал, затер, и, в общем, сделал все красиво. Кстати, да, я вам обещал показать, как работает смеситель. Я вам покажу, но чуть позже опять. Так, и теперь вы мне зададите вопрос, а где же все коммуникации, где все счетчики, фильтры, краны, и, наконец, почему этого ничего не видно? Да потому что все это скрыто. Скрыто это все здесь. Вон оно, видели? Это все здесь. Все спрятано вот здесь за люком. Люк фирмы Деметро. Размер этого люка у нас идет 60 на 90. На него аккуратно умещается целых 3 плитки. Так, ну, в общем, про вот эту всю конструкцию, вот эту всю я сделал также отдельное видео. Можете его посмотреть. Я все там рассказал подробно в описании, как это все происходило, и что это каждое из этих элементов означает. Вот смотрите еще сюда. Удивительно, да? Два люка открываются, как две дверцы. И за этой дверцей мы видим бойлер. Бойлер фирмы Электролюкс на 50 литров. В общем, он сейчас функционирует. В нем вода уже закачана, холодная вода. Там есть две розетки, которые... Одна розетка для бойлера, другая розетка для стиральной машины. Все подключение происходит там. В будущем здесь, в шкафу, должен быть шкафчик. Шкафчик с полочками. Для того, чтобы туда можно было складывать всякую мелочь, которая нужна для пользования ванной. Там химия, порошки, зубные щетки, зубные пасты. Ну, в общем, все барахло, которое обычно часто у нас хранится в ванной комнате. Ну, даже можно полотенце, в общем-то, спихнуть. Короче, прикольная штука. Хопа! Шкафчика нету. Хопа! Шкафчика нету. В общем, все! Все! Просто спрятано. Просто, просто все! Круто! Что еще могу сказать? Круто! Молодец! Молодец! Спасибо за то, что вы поддерживаете меня лайком, то, что пишете в комментариях такие клевые, красивые, полезные, интересные вещи. Ну, а тем, кто не пишет, кто пишет гадости, им отдельно. Спасибо за то, что вы просто не даете мне отдохнуть. Всегда заставляете меня работать над собой, всегда исправлять, допустим, какие-то моменты, для которых вы все время пытаетесь надавить. Ну, какую-то мозоль, на которую постоянно вы пытаетесь мне надавить. Кстати, на полу у нас та же серия. Поддон сделан из той же серии. Все здесь выполнено с заусовкой под 45 градусов. Все моменты, уклон. А, трап. Трап у нас фирма Alcoplast, чешский. Как делался данный поддон, тоже у меня отдельное видео, так что тоже можете его посмотреть. Весь процесс от А до Я. Как создал этот поддон, как я его делал, что, в общем, мне нужно было для того, чтобы сделать. Ну, что ж, а теперь, что? Теперь душ фирмы GAPA. Поехали. Итак, сейчас я буду демонстрировать, как работает наша душевая система фирмы GAPA. так, у него три режима переключения. Первый это вот этот носик, откуда у нас подается вода, потом лейка и тропический душ. Так, в первом режиме, я думаю, у меня стоит на лейке, ой, то есть на носике. Открываем потихонечку кран и вот так вот подается вода. Чем больше открываем, тем больше она подается. Так, следующий режим это у нас. Ого! Тропический душ. Чуть не облился. Шторку я закрыл специально, потому что вода может туда брызгать, а мне это не нужно. Так, тропический душ у нас работает. Все хорошо. Поворачиваем дальше. И следующим у нас уже работает лейка. лейку я тоже предварительно нагнул, потому что она сбила у нас в стенку. Так, ну, обратите внимание, вот вода может быть здесь, и она все стекает в трап, вон туда. Сделал такой специальной конверсии для трапа, для того, чтобы туда все аккуратно сливалось. И вода не оставалась у нас везде. Так, далее переключаем и оба! опять вернулись мы на носик. Ну вот, в общем, вся система, вся система работает практически вот так вот. серии фирмы ГАПА. Все, все хорошо. Водичка у нас ушла. Так, ну, здесь у нас тоже есть теплый пол, который будет способствовать быстрому испарению воды на нашем душевом поддоне. она и так вот у нас стекает потихонечку в этот трамп и все, уходит в канализацию. Короче, все нормально. Торпу можно открыть. Так, ну что ж, вот такой вот вид у нас изнутри, снаружи. Готово. Короче, утомился я немножко с этой, с этим обзором ванной комнаты решил присесть на горшок, посидеть, посмотреть, еще раз насладиться видами этой ванной комнаты. Я думаю, каждый из вас, который видит ванну в таком исполнении, он тоже захочет себе такую же ванну. Реализовать себя в своей, для себя в своей квартире, сделать такую же красоту и получить такой же результат. В общем, всегда, всегда у нас самая основная и больная тема, когда мы пытаемся сделать ремонт ванной комнате, это найти хорошего мастера. Хорошего, инициативного, немножко сумасшедшего, как мне сказал мой заказчик, то, что у меня будет работать мастер с прибабахом. Ну, в общем, вот так получилось, то, что я сделал то, что он хотел. Ну, надеюсь, он оценит это. Все. Теплый пол работает. Жарко в этой ванной комнате становится, хотя двери пока нет, квартира еще, ремонт не закончен, но надеюсь, те мастера, которые будут приходить сюда работать после меня, не загадят эту ванну. Я очень на это надеюсь, потому, что не все ценят чужой труд, им важно только своя работа. И, соответственно, спокойно могут нагадить, напортачить в том, что человек другой делал с душой, вкладывал в душу, делал красоту, а другой в своих грязных тапках со штукатуркой на подошве просто будет ходить туда-сюда и портить все. Поэтому нужно еще защитить основание, пол, приклеить сюда еще что-нибудь для того, чтобы они в будущем это не использовали. Вот так вот. Поехали дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok